Печите молоко, будете здоровы. Печите молоко, будете здоровы. И не только детям молоко и молочные продукты от Савушкина помогут стать здоровыми. Взрослым этот продукт просто необходим, особенно дамам. Но и мужчинам в стране оставаться не нужно. Молоко должно стать основой питания белорусов, говорит главный технолог Савушкина. Татьяна Каташук, проводя экскурсию для членов клуба любителей молока по производственным цехам. А его идейный организатор, заместитель генерального директора Елена Бабкина, приводит цифры Всемирной организации здравоохранения, что именно белорусы не доедают молока или не допивают около 90 килограммов. В Республике Беларусь эта норма по 2014 году, по 2015 еще данных нет. Составляет всего 253 килограмма на душу населения. Естественно, где-то в районе 90 килограмм каждый человек молочных продуктов не доедает. А молочные продукты – это наше здоровье, это сбалансированное питание. И как тут ни крути, все-таки это источник и белка, это полноценного источника кальция. И очень много заболеваний, оно связано с неправильным питанием. Всегда из свежего молока консервантам и искусственным наполнителям категорическое нет. Уже на протяжении 20 лет реализуется широкомасштабный проект «Савушкин продукт за здоровье нации». Кстати, в этом году 40-летие компании. За столь долгие годы создано современное, высокотехнологичное автоматизированное предприятие, на котором минимизирован контакт человека с продуктом и гарантировано его высокое качество и безопасность. Не молочный завод, а космический корабль с километрами стальных труб, компьютеров. Все движется, мигает, все отслеживается на мониторах. Брестский молочный гигант – единственный производитель в Беларуси, имеющий бессрочную экспортную лицензию Евросоюза. Исходное – это качество сырья. Сегодня мы над сырьем очень серьезно работаем. Вы знаете, что сырьевая наша зона – это зона Брестской области. Мы перерабатываем сегодня чуть более 40% всего молочного сырья, которое производится в Брестской области. У нас молоко, поступившее из нашей сырьевой зоны, сегодня соответствует более чем 90% сорт экстра и высший сорт. Дальше – это, конечно, современные технологии производства. Сегодня наш завод, и вы увидите сами, это завод «Автомат». Мы за два года, с апреля 2013 года, построили новый завод рядом с уже действующим в Бресте. И сегодня таких заводов в республике нет. То, что ожидала, я увидела. Продукт полностью натурален и убедилась в данной экспорте. Молоко очень люблю и употребляю ежедневно. А в дальнейшем будете? Ей, безусловно. Пьют Брестское молочко, едят творожки, сыры, масло, йогурты. Не только белорусы, но и россияне, казахи. В Китае и старой доброй Европе и список можно продолжать. Сегодня, если говорить об экспортном рынке, то это более 20 стран. Это не только страны бывшего Советского Союза, это страны дальнего зарубежья, это, например, Объединенные Арабские Эмираты. В прошлом году мы начали поставки молочной продукции в Китай, в Гонконг. Мы поставляем в азиатские страны нашу молочную продукцию. Единственные в республике поставляем свою молочную, цельномолочную продукцию в страны Евросоюза. Мы делаем акцент на производстве и на поставках именно готовых к употреблению молочных продуктов. Это наша цельномолочка, это наши сыры, это наше масло. И самое главное конкурентное преимущество, которое у нас было, есть и будет, это наше качество, натуральность и отсутствие консервантов нашей продукции. Благодаря волшебству телевидения мы пошли от обратного, показав производство. А ведь вначале было первое заседание клуба любителей молока. Роль ведущей была возложена на Елену Бабкину, а среди участников читатели в социальных сетях Савушкина, ответившие на 10 вопросов анкеты. Поскольку цель компании – популяризация принципов здорового питания и развития культуры потребления молока и молочных продуктов, клуб любителей молока продолжил инициативу. За круглым столом, за чашкой ароматного чая с вкуснейшим молоком, участники встречи дегустировали новинки и уже полюбившуюся продукцию Савушкина, продукцию, которая дарит людям радость и здоровье. А еще задавали вопросы и получали достоверные ответы о молоке и о молочной продукции. Продукция Савушкина – это очень качественная продукция, потому что, проследив за технологическими процессами, мы поняли, что здесь все стерильно, все проверено. И эта продукция вызывает просто большое удовлетворение от увиденного вот здесь. Поэтому я рекомендую всем жителям Бреста употреблять продукцию Савушкина. У меня маленький ребенок, я нахожусь в декретном отпуске и еще кормлю грудью, ему уже два года. Но очень хочу, чтобы он пил молоко Савушкиного продукта, так как оно очень качественное и полезное. Я сегодня в этом убедилась, находясь на заводе. Все остались довольны? А значит, к клубу любителей молока быть записывайтесь. Дальше другие темы. А дальше обучение наших потребителей, как я уже и говорила, быть грамотным покупателем. Понимать, когда он читает упаковку, что стоит за этими серьезными надписями, которые мы, люди, которые не имеют отношения к производству молочному, порой не знают. Поэтому нам бы хотелось, чтобы человек делал свой выбор осознанно. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.